Все произошло в самый разгар рабочего дня. В промежутке между занятиями преподаватели отправились посмотреть, как идет ремонт в их новой лаборатории. Работы шли к завершению и уже можно было оценить какой-то результат, внести свои пожелания и коррективы. В какой-то момент потерпевшая отделилась от группы и зашла в будущую лаборанскую, под которую переделалась вентиляционная шахта. При этом следует отметить, что помещение не было как-либо ограждено и не имело предупреждающих знаков. В результате падения с 14-метровой высоты женщина получила травму несовместимой жизнью и скончалась на месте. Еще в ходе расследования было доподлинно установлено, освещение в районе смертельной ловушки отсутствовало, никаких ограждений и предупреждающих знаков установлено не было. Шагнув в темноту, женщина сорвалась вниз со второго этажа и упала уже на цементный пол подвала. В ходе ремонта межэтажные перекрытия были демонтированы. В тот же день Следственный комитет Республики возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности в силу ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Однако возбуждено дело было лишь по факту трагедии. Еще 8 месяцев следователи выясняли, кто именно ненадлежащий исполнял профессиональные обязанности и кто в итоге ответит за смерть молодой женщины. После многочасовых опросов свидетелей, неоднократных осмотров места происшествия и, казалось бы, бесконечных экспертиз, следствие пришло к выводу, что нести ответственность за случившуюся трагедию должен генеральный директор строительной фирмы «Армида», той самой, что проводила ремонт в здании колледжа. Мужчине уже предъявлено обвинение. Он был доставлен в суд для избрания меры пресечения. «При решении вопроса об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судом учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемого, а также доводы следователя о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может оказывать давление на свидетелей и других участников уголовного судопроизводства, скрыться от предварительного следствия и суда, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу». Под домашним арестом Сергей Печников будет находиться до суда. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. У погибшей Луизы Губайдулиной осталось двое маленьких детей.